Итак, приветствую друзья и гости к вам. Ничего себе муха летает! Короче, мы с вами находимся в жилом комплексе Grand Park. Покажу вам интересную квартиру. Я сегодня две квартиры здесь сниму. Две однушки по 35 квадратных метров. Одна квартира с ремонтом, а другая с ремонтом, с техникой и с мебелью. Что хочется сказать? Да, нравится здесь все. Все красиво, все эстетично, все прекрасно, все замечательно. Даже разговоров не может быть. Но есть, конечно же, один нюанс. Цена. К чему я сюда приехал? Потому что здесь ценник более чем гуманный. Я вам серьезно говорю. Цена реально хорошая, цена реально просто потрясающая. В том плане, что многие из вас хотят именно новостройку. Даже я сегодня понял по клиентам. Я сегодня показывал много вариантов. В том числе и с ремонтами, которые уже немножечко устали. Ну куда деваться? И вот показал, например, данный комплекс. Хотя он находится по локации, наверное, хуже, чем все остальные. Потому что также мы сегодня Бригантину смотрели, и Золотая кола смотрели, и смотрели в том числе и Бытку. Но вот именно эта квартира понравилась моим потенциальным клиентам. Они пока думают, что им лучше купить. Вот смотрите, данная квартира стоит 12 миллионов. Ну на секундочку, 12 миллионов, вот если вдруг вы захотели купить что-то подобное, вы даже чернуху не сможете купить в стройке. Цена очень хорошая. Цена адекватная. Что касается по ремонту, само собой, к ремонту есть определенные вопросы. Кто-то скажет, Макс, да, не такой ремонт. Ребят, есть варианты черновые. Вот смотрите, черновая квартира в данном доме стоит на секундочку, знаете сколько? Да, море вида, но не так хорошо, как хотелось бы. Вот черновая квартира, которая здесь осталась одна-единственная, она стоит 11 300. А вот данная квартира стоит 12 миллионов рублей. 12 миллионов рублей. Ну, смотрите, вот такой вот ремонт сделать, у вас все равно как минимум, ну, примерно 2 миллиона и уйдет. Ну, не получится вам дешевле сделать. Здесь вы объединены теплые полы, в доме подключен газ, здесь все хорошо, прекрасно и замечательно, понимаете? И в итоге получается, квартиру с ремонтом дешевле и проще купить, чем квартиру, например, ту же самую черновую. Но это серьезно. Я всегда говорю клиентам своим так, если за эти же деньги можно купить квартиру с ремонтом, то нужно брать с ремонтом. Да и опять же, кто бы из вас что ни говорил, все равно правда-то она одна. А правда какова? Правда в том, что этот ремонт он нормальный. Учитывая, что здесь теплые полы, нет никаких радиаторов, ничего. Ремонт он нормальный. Действительно, ремонт хороший. Поэтому, ребята, здесь уже выбор за вами. Но я считаю, что за 12 миллионов рублей данная квартира имеет место быть и жить. Я вам серьезно говорю. За эти деньги, я считаю, предложение очень хорошее. Опять же, если вдруг кто-то покупает квартиру тещи, в подарок вам дается транспортное средство. На ней она может летать в магазин или еще что-нибудь. Да, кстати, про магазин. Здесь внизу, вот под этим домом, смотрите, давайте покажу. Есть магазин «Пятерочка». Там же есть у нас «Барбершеп». И там же у нас есть, конечно же, и аптека. Закрытая территория. Вы всегда можете сюда приехать, припарковать свой прекрасный автомобиль. Есть зелень. Люди в основном уже здесь живут. Дом сдан. Дом построен по федеральному закону 214. И, конечно же, это хороший, нормальный, законный дом. Кто-то скажет, блин, как промзона. Да нет, ребят, не как промзона. Здесь скоро вот на том месте будет у нас оздоровительный центр. Уже я смотрел генплан Сочи. И очень много сделано акцента именно на район, который называется «Донская». Опять же, да, почему выбирают новостройки? Ну, потому что все хотят себе нормальных соседей. Все хотят, чтобы там не было ни наркоманов, ни алкашей, ничего. И вы здесь реально все это покупаете. Все это в вашем будет распоряжении. В любом случае, конечно же, конечно же, много найдется критиков и так далее. А вот смотрите, вот объективно. Ну, что сейчас можно купить с ремонтом за 12 миллионов рублей? Вот реально, что можно купить? Чтобы была новостройка, чтобы ты мог свой автомобиль припарковать, чтобы была рядышком школа, детский садик, автобус. Прямо останавливается напротив. И автобусная остановка называется «Жилой комплекс Гранд Парк». Сделали одностороннее движение, сделали тротуар. Вот сам застройщик сделал, понимаете? Ну, круто же. Я считаю, очень круто. Опять же, все, что нужно, вы можете здесь себе приобрести и купить, не отходя так, можно сказать, не дальше 50 метров от данного жилого комплекса. Поэтому, в целом, учитывая, что низкие коммунальные платежи, учитывая, что вся есть инфраструктура и так далее, и эти квартиры в основном покупают те люди, которые хотят на ПМЖ. Вот, например, меня бы такой вариант устроил. Я бы хотел себе поставить раздвижные двери, сделать такую большую гардеробную. Хотел бы взять мебель ту, которую мне бы устроил. И тем более, знаете, у меня есть у жены бзык, она очень плохо относится к чужим матрасам и так далее. Матрас надо менять в первую очередь и так далее. И здесь, в этом отношении, все сделано очень даже хорошо. Ну, все. Что еще? Газ здесь есть. Вы в этот стояк полностью газу подключен. Купили и все, и заехали, и живете, да и все. Опять же, да, вот я вам показывал коридоры, да, хорошие, нормальные коридоры, все красиво, все современно, все вот как бы так и хочется, да. А покупаете какую-то подделку с Алиэкспресса. Ну, посмотрите, да, все современные жилые комплексы. Да там в коридоры выйти невозможно, там. В некоторых хрущевках в коридоре все гораздо комфортнее и интереснее. Поэтому, ребята, если вдруг нужна хорошая квартира, и вам не хочется заморачиваться с ремонтом, вы боитесь ремонта. Это ваш вариант. На этом с вами прощаюсь. Вам всем прекраснейшее настроение. Вам всем добра, добра и пока. Да. Поехали. Поехали. Поехали.